Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Миллионного юного гостя встретила сегодня Анапа. Накануне нового учебного года в администрации города-курорта провели Совет безопасности. В едином стиле и новой школьной форме. В школе номер 4 учащиеся 2-го класса продемонстрировали модные направления школьной одежды. Сейчас обо всем подробнее. Сегодня в Международном аэропорту Анапа встретили миллионного юного гостя нашего курорта. Откуда прилетел и как поздравили юбилейного маленького путешественника? Расскажем прямо сейчас. Вот она маленькая спускается по трапу. Миллионной гости Анапы 3 года. Короткий путь до зоны прилета и выхода в город, где семью ожидает первый сюрприз. Нарядная растяжка для миллионного гостя Анапы. Воздушные шары и мягкий дельфин. Подарки для маленькой Сары. На память сертификата поездки в Анапу под юбилейным номером. Первые положительные эмоции семью ожидали в зоне встречающих Международного аэропорта Анапа. Для нас это вообще большая неожиданность. Мы не ожидали. Спасибо вам большое, огромное. Вот как раз мы приехали сюда за здоровьем, за, ну, как сказать, полный эмоций. Да, ну, неожиданность. Мы счастливы. Спасибо вам еще раз огромное за вот такое вот переключение. Семья приехала на две недели. Содержательный и насыщенный отдых уже обеспечен. Мама, папа, двухлетний брата Исары и, конечно, сама героиня. Получили билеты в дельфинарии, океанариум, пингвинарий и зоопарк. Организовали акцию специалисты управления по санаторно-курортному делу. Встречала гостей от имени главы города Сергея Сергеева, заместитель мэра, курирующая санаторно-курортную сферу Людмила Терещенко. Наши самые любимые гости – это ветер, яркое солнце, море, песок. И ваши силы, наши жители, она для ваших отдыха незабываемых, удобных, уютных. Мы хотим, чтобы тебя было впечатлено, а также наших героев. Мы хотим вернуться сюда. Хорошо. Вы приготовили наш подарок, вы сможете почистить в дельфинарии, в дельфинарии, в дельфинарии, в дельфинарии, поэтому мы с ним готовим вашу отдыху, уютных и радостных. С начала года в управлении санаторно-курортного комплекса ввели статистику отдыхающих в Анапе детей. В список вошли маленькие гости в составе организованных групп отдыха, проходящих курс оздоровления в детских здравницах и отдыхающих в частном секторе под присмотром родителей. Напомним, миллионной гостьей Анапы в этом году стала трехлетняя Айсара из Якутска. В администрации состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и Совета безопасности, посвященное безопасности учебных заведений Анапы в День знаний и в течение всего учебного года. Провел совещание глава курорта Сергей Сергеев. 1 сентября в 36 образовательных учреждений Анапы пойдет более 19 тысяч детей. И новый учебный год для анапских школьников в первую очередь должен быть безопасным. Это же правило должно работать в средних, специальных и высших учебных заведениях. У меня были замечания, и надо с этими учебными заведениями, как так, как они находятся, и по большому счету, мы не все за обеспечение их безопасности, как уже и для нас, как и за наши, которые находятся в прямом подчинении. Поэтому надо работать с этими учреждениями, и также смотреть их антитеррористическую и общественную безопасность. Начальник управления образования Нина Филофеева озвучила ряд показательных цифр по подготовке к новому учебному году. Вопросы антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности находятся на особом контроле по администрации муниципального образования городского Анапы. И мне хочется отметить, что в этом году выделены средства 5 миллионов 700 тысяч на противопожарную безопасность и 2 миллиона 970 тысяч на антитеррористическую защищенность. Мы эти деньги освоили, и по сравнению с 2013 годом, это почти в 2,5 раза больше, чем было выделено в прошлом году. Большое спасибо, Сергей Павлович, что такое огромное внимание уделяется безопасности, потому что это самый важный вопрос для руководителей. 100% образовательных учреждений Анапы оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, оснащены первичными и индивидуальными системами пожаротушения, тревожной сигнализацией. За счет муниципальной и краевой программ в 30 учреждениях установлены камеры видеонаблюдения. В 57 проведен ремонт и замена электропроводки. 6 образовательных учреждений подключены к системе «Безопасный город». По минимуму у нас видеонаблюдением обеспечены все учреждения, но в дальнейшем мы также будем увеличивать камеры видеонаблюдения. И на эти цели из краевого бюджета выделено 1,070,000 и из нашего муниципального бюджета 970,000. За каждым образовательным учреждением закреплены сотрудники полиции. Было проведено обследование школьных зданий, выявлены недостатки. В настоящее время их исправляют. В день знаний полицейские Анапы перейдут на усиленный график службы. Начальник отдела Роспотребнадзор Лариса Медведева отметила, качество питьевой воды во всех школах соответствует нормативам. В пяти образовательных учреждениях проведен капитальный ремонт пищеблоков. В девяти установлено новое производственное оборудование. Директорам десяти анапских школ направлены благодарственные письма за решение многолетних проблем. В целом, Лариса Медведева охарактеризовала подготовку школ к очередному учебному году положительно. Сверх усилен и не вкладываем. Просто в нормальном рабочем режиме. Ну забыли про это вентиляцию включить. Ну что, сделаешь? И про какие-нибудь там забыли. Сейчас заканчиваем. Вот, вентиляция, это я вам тоже наоборот. Спасибо за оценку. Я хочу еще раз напомнить о том, что безопасность – это первоочередная наша работа. Если мы не обеспечиваем безопасное прохождение учреждения, безопасность наших учреждений, то дальше не надо говорить о качестве образования, не надо говорить о каких-то еще дополнительных функциях образовательных учреждений. Это все бессмысленно. И в продолжение школьной темы – деловая, стильная и гармоничная. Школьная форма призвана организовать учебный процесс и дисциплинировать учащихся. Что думают сами дети по поводу обязательной формы, мы узнали у учеников школы номер 4. В России история школьной формы началась в 1834 году. В 1918 гимназическую форму признали буржуазным пережитком и отменили. А через 30 лет, в период всеобщего обмундирования, школьная форма вновь стала обязательной. В 1992 году ее опять отменили. История с формой повторяется. В этом учебном году вступил в силу федеральный закон, на основании которого во всех образовательных учреждениях вводится форма. И наш муниципалитет при согласовании с родительским кабинетом города выбрал форму. И эту форму мы сейчас рекламируем, говорим о ней. Ученики второго класса школы номер 4 продемонстрировали варианты школьной формы. У мальчишек более стандартный подход. Черные брюки, светлая рубашка и галстук. Обязательный аксессуар для учащихся – эмблема школы. У меня на эмблеме город, в котором находится наша школа, и номер четвертый. И нарисован еще учебник, потому что мы тут работаем с учебниками как бы. У девчонок фасоны и варианты школьной формы разные. Юбки, сарафаны, платья – повториться сложно. Есть юбки разных фасонов, юбки, платья, сарафаны, разные фасоны. Ну и еще можно там, если ткань взять похожую, ткань можно сшить похожую. И несмотря на вариации фасонов и разнообразие формы, и дети, и взрослые уверены, школьная форма должна быть и в едином стиле. Раздражений у кого не было, даже если дети были по размеру чуть больше, чем стандартная форма, тем не менее для них магазин нашел возможность взять комбинированные вставки, которые позволят любым детям, любого размера, роста подобрать подходящую, удобную форму. И я считаю, что школьная форма позволяет ребенку продуктивно работать. Она не дает ему отвлекаться, он не разглядывает рюшечки у соседа, а он сконцентрирован на учебе, и, соответственно, у нас и обучение лучше проходит. И, конечно, это красиво. Когда 1 сентября первоклассники идут в форме, это очень красиво. Да, в прошлом году мой первый класс шел, и все сразу видели, что первый класс, и дети, они шли совсем иначе, чем детский сад, хотя вроде бы их отделяется нескольким. Похожие на школьников были. И вот у нас были гости на линейке, все были в восторге, в первую очередь, от малышей, которые шли в форме. 100% за форму. Обязательно это не только украшает, это организует, дисциплинирует. Внешняя форма, естественно, должна еще дополнить и наше внутреннее содержание. Вот хотелось бы об этом сказать. Она дисциплинирует, приводит к сплоченности. Дети начинают чувствовать себя в коллективе, она их организует. И вообще школьная форма в данной, может быть, среде сейчас, она снимает визуальную разницу между детьми, может быть, даже семей с разным материальным достатком. Вообще, я считаю, школьная форма – это как рабочая одежда. Мы же свой гардероб на разные случаи жизни готовим, да? Мы же не идем в театр в валенках, например. Поэтому, я считаю, если поль наши дети идут заниматься делом, то пусть у них будет, соответственно, и деловая одежда на них. Вспоминают и свое школьное прошлое. Отличная была форма. Я, естественно, застала это время, естественно, проходила с первого по десятый класс. И, ну, мне она, по крайней мере, очень нравилась. Я, когда в городе встречаю детей, одеты в нашу форму, даже какое-то чувство гордости есть чуть-чуть. Школьную форму единого стиля в этом году будут носить 900 учеников младших классов. Это в школе номер 4. Частично на униформу перейдет и среднее звено. И одинаково аккуратными в деловом стиле учебный год проведут все школьники Анапы. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнеры выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов, «Тайны Медной Горы» и «Золотой цирк Юрия Никулина». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят, как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной Горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной Горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Уважаемая публика, дорогие ребята, «Золотой цирк Юрия Никулина» снова в Анапе. Только выдающиеся артисты получили право выступать под сводами цирка великого клоуна. Итак, мы начинаем. Смотрите и восхищайтесь! В пятницу 29 августа в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 24-26, ночью до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова